И всем привет ребят, с вами мистер Ванька и сегодня я записываю новый ролик. Сегодня у нас новый видеоролик разговорного формата, посвященный новому корпусу, новому формату, который вышел у нас сегодня. Честно говоря, для меня это было что-то, наверное, даже неожиданное. Я не думал о том, что в ближайшее время вообще что-то выйдет, но вчера у нас в игре вышла новость о том, что уже завтра, то есть сегодня, выходит новый, замечательный, корпус с новым форматом, заданиями и вот такой вот всей интересной движухой. Ну, по сути, новый ивент. Сегодня я бы хотел бы рассказать вообще, что я думаю по этому поводу, что я думаю по корпусу. Будет также, я думаю, что в ближайшее время обзор самого корпуса не в форматном бою, который сейчас у нас появился в игре, но и в матчмейтинге. Там уже рассмотрим, посмотрим вообще, что за корпус и как он себя показывает. То есть пока из форматного боя я могу сказать, что ему очень довольно-таки тяжело управлять. Овердрайв тоже своего рода очень странный и ну пока такие моменты особо я не могу понять, да, будет этот корпус имбалансным каким-то, будет он нагибать, не будет нагибать. В ближайшее время, когда уже протестим, когда мне его выдадут на тест-ваг, можно будет уже рассмотреть его более глобально. Я думал, что это сегодня будет, я сразу запишу, но к сожалению пока что корпус данный замечательный мне еще не выдали. Короче говоря, друзья, обо всем по порядку, я сразу вам скажу, что я поиграл довольно длительное время, да. Изначально сразу я относился негативно к этому корпусу, потому что для меня выход нового корпуса, который будет исключительно за донат, это уже негативная часть, да. То есть я не поддерживаю выход корпуса за только донат, плюс если ко всему этому мы, ну, как бы размышляем немножко шире, понимаем, что скорее всего если это за донат, то это ембовый какой-то корпус и он может нагибать, да. Плюс это легкий корпус, плюс овердрайв, который при прожатии взлетает корпус у тебя, прожимается как будто оверхантера и плюс еще поджег корпуса. В плане данного форматного боя это работает не столь жестко, да, и там все по таймингам очень быстро заканчивается. Что будет на самом деле в матчмейкинге и как будет там работать овердрайв, я не знаю. То есть мне будет очень интересно на это посмотреть. Но уже, да, то есть если это будет работать долго и овердрайв будет быстро копиться, да, то есть, например, прыгнул, застопил все танки, которые рядом, плюс все танки, которые рядом, поджег, нанес еще большое количество дэмэджа, то это имба. Но это дикая имба и, ну, я отношусь к этому крайне негативно, потому что ты не можешь получить в общий доступ это вооружение, да. То есть я сейчас не говорю про форматный бой, да. И это, конечно, печально, это, у меня с этого горит. Я с этим очень сильно не согласен и недоволен. В дальнейшем я думаю, что я еще, ну, когда запишу обзор видоса, там уже чуть поподробненько это будет понятно. Там уже свою какую-то позицию, может быть, поменяем, может быть, она останется прежней. Все зависит от того, что вообще будет показывать из себя этот корпус. То есть я очень сильно надеюсь на то, что он будет примерно такой же, как Орес. То есть это, как бы, корпус на чисто фанчик покатать и все. И забыть. Я честно не хочу, чтобы сейчас у нас в игре ломался тот примерный баланс, который в последнее время у нас получилось сделать. Да, потому что по вооружениям баланс примерно хороший. Вот серьезно, да. То есть если забыть про все недостатки и про все, что происходит в игре, по балансу в игре примерно все довольно-таки неплохо. Что касаемо этого праздника, я сейчас начну опять, как всегда, негативить, опять лаги, опять все багует, опять верхняя панель не включается, все опять крайне плохо. В этот раз разработчики, то есть неделю назад на День Танкиста, они не написали ничего, как я и говорил, то что надо хотя бы написать, оповестить игроков, что у вас неполадки, что вы их пытаетесь как-то исправить. В этот раз они уже это написали. Тут как бы, ну, на один шажочек выше стали, на одну ступенечку выше поднялись, но в общем и целом ситуация не изменилась, да. То есть за все это время лаг и баг в игре присутствуют, мешают играть и до сих пор его исправить никак не могут. За неделю, и он появился еще раньше, никто не может его исправить. Я не знаю, что там за такой баг, почему его прокает намного жестче на ивентах, да. Там можно это найти, я уверен, что там нет ничего такого сверх сложного, чтобы это исправить. Но я надеюсь, хотя может быть все равно по-другому, но в общем и целом мы имеем то, что имеем. До сих пор баг есть, он существует и его до сих пор никто не понерфит. Теперь переходим к форматному бою. Скажу вам так, друзья. Я крайне негативен. Мне он не понравился. У каждого свое мнение, да, кому-то он нравится. И я могу понять его, если ему он нравится. Мне он не понравился. На легендах я считаю, что это полнейшая шляпа. И идея неплохая. Идея неплохая, реально. То есть если бы я в пятибалльной шкале бы говорил за идею, я бы дал бы идеи 4 с плюсом. Реализация этой идеи двоечка. Ну вот серьезно. У меня нет никакого желания типа раскатывать. Да, возможно те ребята, которые там паркурят, голдоловят, там я не знаю, чем-то еще занимаются там в игре. Да, им возможно это по кайфу, им это нравится. Для меня это полнейший бред, который мне абсолютно не нравится. Вообще просто никак. Записал видосы, покатал на стриме, но это все. То есть это все. И то, что там заданка на 60 поймать голдов, да, бог с ними, с этими 5 ультраконтейнерами, бог с ними. Я не хочу сидеть, мне, если это не приносит удовольствие, я не буду этим заниматься. Мне это не по кайфу, мне это не нравится. Дальше, друзья. Что касаемо формата, чем он может нравиться вообще игрокам. На мультах это может быть очень хороший формат. Для тех ребят, у которых нет гаражей, это может быть очень хороший формат. Да, то есть, ну как ивент. То есть, у вас нет гаража, здесь не надо использовать практически расходку, потому что все ваншотится. Максимум, что вы можете использовать, это не трои мины, и то это, ну так себе. Если честно, можно и не использовать. То есть, вы по сути катаете как будто ББП, только это матчмейкинг. Бьете килы, фармите. Если у вас нет гаража, ничего нету, зарабатываете. Легкий, изи каточный заработок. В моем случае, ни заработка, ни удовольствие, ничего нет. Ни ловли голдов, ну вообще абсолютно ничего. Чему я был бы доволен. Ну и плюс ко всему, вот эти вот баги, вот эти лаги, минус уши на звук и все прочее. В совокупности вызывает очень большое количество негативных эмоций и желание уже катать, ну просто отпадает. Можно покатать там матчмейкинг, да, еще что-то, но явно не этот режим. Хотя, на момент запись видеоролика, прямо сейчас смотрим на онлайн, 12 тысяч. 12 тысяч, при том раскладе, то, что все лагает, багает, 12 тысяч человек сидит в игре. Это жестко, реально жестко. Но, я не знаю, почему нельзя исправлять такие ошибки. Ну почему? Я не верю в то, что это нельзя было исправить за такое количество времени. Поэтому для меня это все остается очень большой загадкой. И я крайне недоволен тем, что до сих пор вот такие вот ошибки и такие вот лаги у нас в игре присутствуют, которые реально выводят на негатив игроков в большом количестве. По формату, наверное, все. Кому нравится, катайте. Кому не нравится, лучше вообще не суйтесь в него. Отвечаю, не тратите свои нервы. Потому что это, ну, такое себе. То есть, кому-то заходит, кому-то не заходит. Тут, как бы, кому как. Сколько людей, столько и мнений. Но, в моем случае, это не то, на что я готов тратить свои нервы, свое время. И, ну, если бы это мне приносило удовольствие, если бы я видел бы в этом профит, то я бы, возможно, катал бы и было бы все по кайфу. Но, так как удовольствия никакого, то и, как бы, интересного мнения никакого тоже нет. Паркуристам, я думаю, что по кайфу. Я бы хотел бы услышать вообще ваше мнение, да, по этому поводу. Мне бы интересно было бы тоже почитать, что вы думаете по поводу данного корпуса. Что вы думаете по поводу формата, который вышел, да. По лагам, я думаю, что говорить там уже нечего. И так все все знают. Мне было бы интересно вообще услышать вашу точку зрения. Будет очень приятно, если вы ее напишите. Поддержите данный видеоролик лайком, если вам понравился. Подписка на канал. Если не подписаны, подпишитесь. Мне будет очень безумно приятно. Потому что, как я уже говорил ранее, движемся к десяточке. Я очень сильно надеюсь, что совсем скоро мы до нее доплывем. Поэтому для меня это тоже очень важный аспект. Вот такой вот видеоролик, друзья, получился. Мне очень хотелось осветить эту тему. Осветить этот формат. Не хотелось бы сегодня прям жестко бомбить. Но как-то так. Как-то так, да. Крайне негативно рассматривать данный формат и корпус на данный период времени. Я просто не могу. Насчет лагов. Ну, тут, как говорится, можно говорить вечно. Пока ничего у нас не поменяется. С вами был Мистер Банька, друзья. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.